rainbow english учебник 6 класс 2 часть и юнит 4 степ 7 упражнение номер 10 напишите правдивые предложения про ваши планы на завтра пример у вас будет фраза играть в теннис а вы ставите как бы глагол в present continuous потому что вы про свои планы будете писать а для этого напомню да у вас в этом степе как раз рассказали что нужно использовать время именно present continuous ну или прогрессив то же самое и пишите а я м play in tennis tomorrow то есть я играю в тренинг завтра то есть вы на сто процентов уверенно у вас все раз запланировано или наоборот если вы завтра точно не играете в теннис вы делаете это все дело в отрицании а им нот play in tennis tomorrow можете кстати ай м нот писать каждый отдельными словами то есть у вас видите сокращение как можете и более как мы как вам привычней поэтому у нас первая фраза stay at home оставаться дома тут вы про себя сами решаете что вы завтра остаетесь дома или не остаетесь но скорее всего у вас учебная неделя да то есть скорее всего дома вы не остаетесь поэтому давайте я запишу что завтра я не остаюсь дома тогда я пишу так ай затем м потому что мы работаем с континиусом там обязательно или м или из или а а и согласуется с м затем стей но ему нужно обязательно инговый хвостик иначе континиус у нас не получится а вот потом это так я конечно молодец написала что я остаюсь дома теперь это все меняем и говорим не остаюсь а им нот стейн от холм можете так а можете как в примере вот такое сокращение то есть как хотите можете а я как-то больше люблю а им нот произносится по-быстрому и чаще используется второе мид май франде встречать моего друга то есть я встречаю моего друга или я не встречаю моего друга но имеется ввиду завтра сами думайте я напишу я встречаю ай а затем вот этот глагол вам всего лишь с инговым хвостом написать все вот ваш континьюз готов ой я кстати забыла здесь дописать тумару завтра мы везде тогда будем тоже записывать и здесь тумару тоже завтра то есть а им мидин май френд тумару я встречаю своего друга завтра ну или встречаю с ним завтра да то есть встреча где-то назначена третье лив фо америка уезжать в америку но вот здесь я думаю все можно писать отрицание то есть я не уезжаю в америку завтра хотя есть исключение но надеюсь ладно сориентируйтесь кто уезжает ставьте без нот айм нот ливин причем обратите внимание если глагол заканчивается на и при добавлении ингового хвоста вот это и у нас не пишется фо америка айм нот ливин фо америка я не уезжаю в америку четвертый писать письмо бабушки то есть я буду писать или я не буду писать завтра думаю мало кто вообще письма пишет сейчас на всякий случай напишу что я не буду айм нот райтин а лекция граньи я не буду писать письмо бабушки то есть обратим еще раз внимание что если вы говорите про запланированные действия на 100 процента вы в них уверены это ваши планы то вы ой кстати да забыла и тут и тут так вот вы ставите спокойно present continuous то есть present continuous теперь вы знаете выражать не только то действие которое прямо сейчас происходит но также и запланированное действие на ближайшее будущее а